Оренбургия Оренбурге отмечает день рождения. Выставка исторических документов открывает год подготовки к юбилею. Небо для людей, пилоты гражданской авиации, бортпроводники отмечают профессиональный праздник. Россияне несут наличные в банк. Впервые за четыре года объем денег на руках заметно сократился. Четверть века работы в театре. В областном центре открылась выставка главного художника Оренбургской драмы. Результативная ничья и неудача в булитах. Хоккеисты Южного Урала сыграли дома с Воронежским Бураном. В эфире новости дня. В студии Диана Кузимбаева. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с трагических событий в Брянске. Два человека погибли, четверо ранены. Школьница устроила стрельбу в классе и покончила с собой. Известно, что в образовательное учреждение она пришла с оружием отца. Об этом сообщают федеральные издания. Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В региональном МВД сообщают, что в школу ученица принесла оружие в тубусе, не вызвав подозрения охранников. После этого она спокойно прошла на урок биологии. Во время которого и произошла трагедия. После происшествия всех школьников вывели из гимназии на улицу и отпустили по домам. После трагедии в Брянске глава Оренбурга Сергей Салмин поручил проверить пропускные и охранные системы в школах и детсадах. С педагогами и коллективами всех образовательных учреждений будет проведен дополнительный инструктаж о том, как действовать в нештатных ситуациях. Будут организованы уроки для детей, где специалисты расскажут о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и подобных. Мы продолжаем. Оренбургия отмечает 89-ю годовщину со дня образования. Именно 7 декабря 1934 года наша область вышла из состава Средневолжского края. В Объединенном государственном архиве области показали уникальный документ, с которого и начиналась история современного региона. С ним ознакомились Александр Криволапов и Виктор Горшенев. Вот уникальный документ за подписью всероссийского староста Михаила Калинина о выходе Оренбургской области из Средневолжского края. С этого и началась история нашей Оренбургской области, которая тогда насчитывала 52 района. Молодая советская власть после революции решила провести административно-территориальную реформу и избавиться от имперских губерний. Однако уже через пятилетку стало понятно, что управлять гигантскими территориями сложно. В состав Средневолжского края помимо нас входила Самарская область, которая была центром с городом Самары. Это Ульяновская область, это Пензенская область, это современная Мордовия. Конечно, это было достаточно сложно с точки зрения управления логистически. Плюс, как я уже сказала, достижения, которые начинаются с развития Орского нашего округа тогда, говорило о том, что нам нужно выделяться и усилить руководство нашим регионам уже в отдельности. Первыми руководителями новой области стали секретарь обкома партии Александр Горкин и председатель обл. полкома Константин Васильев. Их подписи синим химическим карандашом сохранились на рабочем документе. Оба руководителя входили в состав партийной верхушки Среднеуральского края. Позже Васильев будет репрессирован, а Горкин проживет до 90 лет. В 1938 году Оренбургскую область переименовали в Чикаловскую, но уже в 1957-м вернули историческое название. В годы советской власти Оренбуржья гремела на всю страну освоением целины, битвы за урожай, ударными стройками, развитием промышленности, добычей нефти и газа пуховым платком. Газеты тех лет писали о другой стороне советской жизни в нашем крае. Стоят в принципе задачи характерные для дня сегодняшнего. Активное замощение улиц, развитие театральной жизни региона, чтобы действительно жилось комфортно в нашей новой области. Оренбуржья и в наши дни один из крупнейших регионов страны и славится земледелием, промышленностью, нефтегазовым комплексом. Уже в следующем декабре наша область отпразднует 90-летний юбилей. Александр Криволапов, Виктор Горшенев. Новости дня. И сегодня, в день рождения Оренбуржья, открылись седьмые Дорофеевские краеведческие чтения. Мероприятие дает старт предстоящим праздничным событиям, посвященным 280-летию Оренбургской губернии и 90-летию области, которые регион будет отмечать в 2024 году. Это мероприятие в образовательных организациях, учреждениях культуры. Спортивные мероприятия будут посвящены этой дате. Научно-исследовательские работы, научно-практические конференции. Дорофеевские чтения под названием «Человек в историко-культурном пространстве» традиционно посвящены ученому-краеведу, почетному гражданину города Виктору Васильевичу Дорофееву. Он внес большой вклад в сохранение исторического облика областного центра. Архитекторы попросили воссоздать утраченные строения, дома, вот все, что было в Оренбурге. Он много работал в архивах, в нашем архиве, во-первых. Во-вторых, он выписывал из Москвы, из Петербурга документы. В чтениях принимают участие краеведы, этнографы, архитекторы, экскурсоводы и библиотекари. Работа проходит в виде секции и продлится два дня. К другим темам. От Оренбурга до Гуа во всем мире 7 декабря отмечают День гражданской авиации. Праздник специалистов, которые из года в год перевозят пассажиров и грузы по воздуху за тысячи километров. День объединяет тысячи сотрудников авиаотрасли в разных уголках земли. С оренбуржцами, для которых небо, второй дом, познакомилась Виолетта Широкова. Аэропорт имени Гагарина, воздушные ворота Оренбурга. Именно здесь взмывают ввысь пассажирские самолеты. Они летят в Москву, Казань и с этого года даже в Ереван. А с этого места начинается путь пассажира. Многие из них волнуются, однако рядом всегда находятся те, кто никогда не боится летать. Больше 5000 часов в воздухе провел Сергей Иванов. 16 лет опыта. Признается, аплодисменты пассажиров при приземлении слышит редко. Турбулентности не боится. А растрогать его могут поделки и рисунки от юных путешественников, которые ему передают в кабину бортпроводники. Отец тоже был пилотом, поэтому другого варианта в профессии он и не рассматривал. Теперь его самого из рейса встречают дети. Они постоянно ждут меня с командировок, постоянно ждут, что я что-то привезу, чемодан открываю. Ну, им интересно. Ну, я, кстати, тоже, мы с сестрой в детстве тоже ждали всегда отца. И было интересно, что он всегда что-то интересное привезет с командировки. Не обязательно там, ну, какую-то игрушку, хоть маленькую там, не знаю, там, что-то из самолета, там, бортпитание вот это. Нам было это интересно, именно что самолетное. И если пилота за весь полет мы можем и не увидеть, то бортпроводников обязательно. Елена в профессии с 2012 года. Путешествовала с детства и никогда не знала страха высоты. В свое дело искренне влюблена и охотно рассказывает о маленьких секретах бортпроводников. Пассажиры удивляются, когда мы говорим какие-то непонятные для их. Уши, так скажем, слова, это порция, в которой подается пассажирам питание, называется косолетка. И почему-то это слово каждый раз очень для всех смешно, и все оглядываются, что это такое. Потом, когда объясняют, что это специальная посуда, в которой разогревается портовое питание для пассажиров, вот имеет такое, может быть, для кого-то смешное название. Ежегодно только через Оренбургский аэропорт проходят более 700 тысяч пассажиров. Их жизнь, комфорт и безопасность ложатся на плечи экипажа. Именно благодаря этим людям каждый день люди встречают родных, отправляются в командировки и путешествия. Виолетта Широкова, Игорь Бероев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Россияне несут наличные в банк. Впервые за четыре года объем денег на руках заметно сократился. Четверть века работы в театре. В областном центре открылась выставка главного художника Оренбургской драмы. Результативная ничья и неудача в булитах. Хоккеисты Южного Урала сыграли дома с Воронежским Бураном. Это новости дня. Мы продолжаем. Россияне принесли в банки страны рекордный за четыре года объем наличных. Это следует из статистики Банка России. По данным Центробанка, в ноябре сокращение объема наличных на руках у россиян составило 318 миллиардов рублей. Ускорившись более чем в два раза. Месяцом ранее изменение достигло 150 миллиардов. В сентябре 27 миллиардов, показывает статистика. Специалисты считают, что вклады стали более привлекательными для россиян после повышения ключевой ставки. В декабре этот тренд может сохраниться на фоне дальнейшего ее повышения. Тенденция может измениться на горизонте 6-9 месяцев, когда закончатся сроки наиболее доходных вкладов. За прошедшие две недели средняя ставка по вкладам в топ-50 банков продолжила расти. И сейчас составляет от 12 до 13 процентов для депозитов на 3-6 месяцев и год, отмечают аналитики. Рост с начала августа составил 4-5,5 процентных пункта. Наибольшее же увеличение коснулось именно краткосрочных депозитов до полугода, по которым банки повышают проценты охотнее, чтобы не рисковать и не переплачивать. А теперь информация для тех, кто интересуется курсом валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. В Оренбургской области начали регистрировать первые случаи заболевания гриппом А. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Отмечается рост и заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах. Специалисты призывают каждого быть внимательнее к своему здоровью. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. В нашем регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. И врачи советуют жителям не пренебрегать такой возможностью. Масочный режим не объявляли, но специалисты рекомендуют такой мерой защитить себя. Также стоит избегать большого скопления людей и следить за гигиеной. Зафиксировано несколько, точнее идентифицировано несколько случаев вируса гриппа А. В природе и в популяции, в том числе и среди населения Оренбургской области, у нас циркулирует ежегодно две группы вируса. Это грипп А и грипп Б. Он сезонный, он ежегодный. То есть по антигенному составу он не отличается от того гриппа, от того штамма, который был в том году. В России регистрируются отдельные случаи заболевания микроплазменной инфекцией, которая вызывает пневмонию, сообщает в Роспотребнадзоре. Вспышки микроплазменной пневмонии ранее регистрировались в Китае. Во Всероссийской организации здравоохранения заявляли, что на данный момент у инфекции нет пандемического потенциала. И теперь к информации о Центре управления регионом по Оренбургской области. О том, с какими вопросами оренбургцы обращались на этой неделе, расскажет специалист Центра Максим Стародумов. Здравствуйте. С начала декабря сотрудниками ЦУР зафиксировано более 1400 сообщений от жителей Оренбургской области в социальных сетях. Более 900 сообщений о проблемах поступило на платформу госуслуги «Решаем вместе». Сообщения оперативно отработаны ЦУР вместе со специалистами профильных служб региона. О решении некоторых вопросов мы расскажем подробнее. В селе Шарлык на переулке Ленинский провалился асфальт на пешеходном мосту. О проблеме сообщил местный житель. Сигнал был зафиксирован, обработан и передан нашими специалистами в администрацию Шарлыкского района. Мост отремонтировали. Благодаря взаимодействию ЦУР и администрации Оренбурга восстановлена доступность хозпостроек для жильцов. В Оренбурге на улице Луговая, 79, аварийное дерево упало на сарай во дворе многоквартирного дома. На портале «Активный гражданин» жители обратились за помощью. Совместно со специалистами ЦУР обращение отработано. Проблемные деревья спилены. После сообщений на портале «Активный гражданин» в поселке Первомайский расчищена дорога для пешеходов. Жители пожаловались на мусор и бревна на подходе к детской площадке, которые остались после опиловки деревьев. Сообщение отработано. Администрация района очистила дорогу. Чтобы оставить обращение, напишите свой вопрос в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» на портале «Активный гражданин» или в комментариях в соцсетях регионального ЦУР и правительства области. Оперативно получить ответ на жалобу помогут госпаблики. Отправить сообщения о проблеме можно через виджеты портала обратной связи в аккаунтах органов власти и госучреждений во ВКонтакте. Специалисты ЦУР продолжают свою работу. До встречи через неделю. В Оренбурге открылась выставка работ главного художника драмтеатра. Тан Яникеев за четверть века работы в театре оформил 65 постановок. Выставка «От экскиза к спектаклю» открыта для посетителей в галерее искусств на улице Пушкинской. Сценография – дело тонкое. Нужно учесть идею автора произведения, сверхзадачу режиссера спектакля, свое видение сюжета и эпохи. При этом создать особый образ, который будет понятен зрителю. С этим Тан Яникеев успешно справляется вот уже 50 лет. Идеи сценического пространства рождаются по-разному. Это по-всякому иногда бывает. Неожиданно. А так просто первые впечатления очень важны, когда работаешь над материалом. 25 лет своей жизни Тан Гумерович посвятил служению Оренбургскому драматическому театру имени Горького. Публика прекрасно знает его работы. Он создал сценографию любимых ни у одного поколения зрителей спектаклей. «Капитанская дочка», «Маскарад», «Азорь здесь тихий», «Ричард милые люди», «Свадьба в Малиновке». Список можно продолжать бесконечно. Он очень талантливый. Очень, можно сказать, он просто знал, что вся жизнь ему будет в театре как художник. Но кроме того, что он как художник-постановщик, это специальность. Это не просто вот красиво там на допорне. Тан Яникеев не только художник-постановщик, но и живописец. Наверное, поэтому его театральные работы отличаются колоритом, глубиной, пониманием света и пространства. Его спектакли все, они совершенно оформлены необычно. Он все время подходит к этим спектаклям с такой вот творческой выдумкой. Он старается найти что-то новое, обогатить сценографию этого спектакля. От эскиза до спектакля Тан Яникеев проделывает грандиозный путь. В итоге получается удивительное полотно, которое заставляет даже скептика поверить в магию театра. Недаром Тан Гумерович стал единственным сценографом, удостоенным почетного звания «Народный художник России». Елена Нефатева, Семен Воробьев. Новости дня. О спорте. Результативная ничья и неудача в булитах. Хоккеисты Южного Урала не смогли довести до победы домашний матч с Воронежским Бураном. Арчане встречаются с теми же соперниками, которых месяц назад обыгрывали в гостях. В Воронеже сыграли от обороны. Героически справились с давлением Бурана, особенно во втором периоде. И взяли верх над крепким середняком. Сейчас южноуральцы быстро открыли счет. На четвертой минуте Мыльников оказался первым на добивании. Правда, вскоре он превратился в антигероя, на ровном месте сделав подарок соперникам при выбросе из зоны. За ошибку он указал Епищев. В начале второго периода хозяева вновь вышли вперед. Мурашов подправил полет шайбой. Но через две минуты опять забил Епищев. Неприкрытым вышел на оперативный простор и мастерски переиграл ротаря. Южный Урал начал неплохо. Первые две сменки задавили на зоне. Но потом, в принципе, играли так, как всегда играли. Активно и в зоне атаки, в средней зоне старались. В итоге второй период стал самым богатым на события. В его концовке мастерством блеснул все тот же Епищев. А за 10 секунд до перерыва очередные равные цифры на табло установил Шабловский. 3-3. В третьей 20 минутке и овертайме арчане явственно владели преимуществом. Но защита оказалась сильнее нападения. И ворота остались сухими. В лотерее, после матчевой булитной серии, удача улыбнулась гостям. Галкипер Буран Алысенков отразил на один бросок больше, чем наш Румянцев. Вчера разговаривал с одним человеком, который очень хорошо разбирается в хоккее. Предупреждал меня, что обратить внимание на нападающего, который сегодня три гола забил и булит. Но, видать, я не прислушался к этому. Пустили один человек. Суть обыграл сегодня. Буран увозит из Орска два очка. Южный Урал довольствуется одним, оставшись, тем не менее, в пятерке лидеров ВХЛ. Следующий соперник – Ростов. Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте орттв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова